Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник, мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки, и сегодня мы посмотрим такую игру, как Kingdom Rush Winnegan's. Собственно, эта игра вышла совершенно недавно, буквально, ну, не знаю, несколько дней назад, или что-то вроде того. И да, наконец-то новая часть, очень долго я ждал её, конечно же. Предыдущая часть Origins, она выходила тоже уже очень давно, я думал, ну всё, больше новой части не будет. И вот, Kingdom Rush Winnegan's. Ладно, давайте начинать потихонечку, королевская что-то там. Магический урон, самый эффективный. Посмотрим вообще, что за игра, я ещё ни разу её не запускал, не знаю о чём она, что там за противники будут. Будем смотреть вместе с вами. Я даже вот этот ролик не видел, где-то в плазменном разломе. Угу, типа ехал чувак на стройку, и тут какая-то фигня произошла. Ха-ха-ха-ха-ха, кто ты такой? Нажмите, чтобы продолжить. Это король, типа, да окей, ясно, он странно немножко выглядит. Но кого-то мне напоминает, наконец выбрался из этой дыры. Сейчас бы принять горячую ванну в моей любимой башне, ха-ха-ха-ха. А вот, он надел плащ, наконец-то. Нет, моя прелесть, нажмите, чтобы продолжить, окей. Так, значит, это наш замок, и мы должны потихонечку... Какие тут башни вообще есть? До сих пор четыре... О, пятый вид башен, серьёзно? Будет какой-то пятый вид башен, ни разу его ещё не видел. Нажмите дважды, чтобы построить башню. Окей, это пока обучение, мы ничего не можем делать, поэтому... Будем соблюдать, так сказать, игру. Нажмите дважды, чтобы вызвать волну. Погнали. Ещё не знаю, может быть, даже я пройду эту игру, потому что... Это, знаете, одна из моих любимых серий игр по тавер-дефенсам. Очень классная. Ну, что-то можно покликать. Я вроде бы что-то кликаю. Кликаю, кстати, я не могу перемещать пока что камеру. Естественно, отдалять, приближать я тоже не могу. Может быть, это, конечно, весь уровень, типа, обучающего. Ну, а там вроде сбоку что-то ещё должно быть. Зарабатывайте золото, убивая врагов. Да-да-да-да-да-да, ничего нового. И, кстати, игра уже вышла сразу же с русским языком. Это очень приятно. То есть, обычно игры выходили на английском. И только спустя там какое-то достаточно продолжительное время выходил русский локализация. Не дайте врагам пойти на эту точку. Окей-окей-окей. Ладно, давайте уже играть, наконец-то. Так, вызываем досрочную волну. Призвать демонов к столу. Вы можете призвать свои адские войска, чтобы они помогли вам на поле боя. Ух ты, новый дем... Теперь я за демонов играю, теперь я за плохишей. Ну, звучит неплохо. Такс. Это у нас кто такие? Лучники теней. Да, мы, видимо, играем за каких-то либо плохих, либо, знаете, таких, знаете, средних. Мне бы ещё надо что-нибудь поставить, чтобы как-то их останавливать. Это у нас что такое? Это, как я понимаю, башня по сплэшу бьющая. Так что давайте её построим. Это мои любимые башни. Кабум. Да-да-да, окей, все дела. Снизу, кстати, закрыто на ремонт. Видимо, только на следующем уровне сложности. Открывается уже та дорога, либо она откроется попозже. Давайте я вот здесь вот чуваков поставлю, чтобы они тормозили чуваков, и мы с плэшом им наносили побольше дамаги. Так, пока никаких апгрейдов других у нас нету, поэтому будем справляться так. Я вот думаю, здесь либо магическую башню поставить, либо... то есть народа поставить. Хотя вот здесь, нет, я всё-таки вот здесь вот поставлю народ, и сейчас перемещу их вот как-нибудь... Ну, пусть так вот и стоят. Мне нравится, как они стоят. Как отменить эту штуку? А, вот автоматически отменилось. Новый навык какой-то появился. И герой! Теперь у нас орк-герой! Блин, это круто! Дайте сюда в орка. Я обожаю играть в этих... Как его сказать-то? Не в... А играть за зло. Это очень весело. Так, давайте призовём ещё людей. Я не вообще не пройду. Мне кажется, никакие башни нам уже не понадобятся. У нас новый противник. Рабочий людей. С лопатой, а не на ты. И ямы выкопают, и врагу по лбу зарядят, если надо. Низкий урон, низкая скорость. Окей, ясно, понял. Можем вызвать следующую волну. Давайте так и сделаем. Вдар души, раскижать у ваших врагов. Можно мощным ливнем, воздушливающимся с неба. Вы можете использовать дар души каждые 70 секунд. Давайте попробуем просто посмотреть, как это работает. Ну, как молнии, знаете. Очень похоже на молнии. Давайте ещё народа призовём, чтобы наш герой помогали сражаться. Ещё лучников пусть расстреливают издалека, если чё, стопорят в ближнем бою. Вот, как сейчас, допустим. Ну, герой, кстати, неплохо разматывает противников. Это достаточно изично. Можно ещё лучников поставить, но я бы хотел всё-таки приобрести себе четвёртую башню и посмотреть, как выглядит, собственно говоря, ещё и четвёртая башня. Это у нас орки, да? Да, орки-войны. Здесь эти орки и, как его, бомбардиры. А здесь у нас стоит какой-то инфернал, адский маг. Вот, как он называется. Окей. Давайте ещё призовём народу. Вроде даже дальше первая башня еле-еле проходит. А дальше вообще никак не могут пройти, поэтому я не думаю, что на первом уровне сложности у нас будут какие-то трудности с этим. Давайте посмотрим, что ещё мы можем с вами приобрести. Я бы хотел ещё одну башню со сплэшом. Или всё-таки поставить... Нет-нет, мне всё-таки, наверное, хватит одной башни со сплэшом, а другие лучше башенки поставлю. Допустим, сюда я поставлю... А, всё? Это всё, что ли? Возмутительно. Будут знать, прежде чем... Трогать чужую частную собственность. Эти ужасные машины гномов испортили мой прекрасный мёртвый лес. Этому королевству нужен поистине сильный обворожительный правитель. Пора претворить в жизнь мой план мести. И даже я знаю, где начать. Ха-ха. Нажмите, чтобы продолжить. Окей, погнали дальше. Блин, пока всё, что вижу, очень круто. И также графика очень приятная, более гладкая стала и более детализированная. Хотя, в принципе, это тот же самый Kingdom Rush. Но он стал графически выглядеть ещё лучше, хотя, казалось бы, куда ещё лучше. В принципе, очень приятно всё. Открывается у нас первый уровень. Интересно, можно ли его пройти на других режимах сложности? Я бы хотел попробовать. Герои, башни мы также можем улучшать. Переключайтесь между различными героями. Очки героев, зарабатывайте очки игроков по всев уровне. Используйте очки героев, чтобы открыть и улучшить навыки вашего героя. Это мы можем выбрать героя. Давайте посмотрим, какие тут есть герои. Откроется на уровне 5. Это Асра, убийца теней. Это открывается на уровне 7. Алох. Олах. Овладевший тёмным... А что написано вообще про нашего героя? Почётный воин орков, Верук, сбежал из рабства и теперь вместо гладиаровских боёв он руководит агрессорами. Он пользуется на приобретённой свободе, чтобы помочь своим сизеленокожим соратникам в их тяжёлом положении. Я пока описание всех героев читать не буду. Больше сострюсь на геймплее. Просто покажу вам всех героев. И вы там на паузе можете сами почитать описание. Леди Маргоза, Мартемис, Трамин, Джигу и Танк Рок СГ-11. Это уже герои за деньги, как я понимаю, их надо покупать. А вот эти вот, собственно, три первых героя, они доступны будут чисто при прокачке. Ну что-то три маловато, я думал, хотя бы пять будет. Что-то всего три. А все остальные платные, что-то как не очень. Ну ладно, окей, ладно, пойдёт. Давайте в магазин посмотрим, что-то новый магазин какой-то появился. И здесь даже какие-то прокачки есть, как я понял. Нет, это не прокачки, это просто обилки, которые, типа, я могу взять в бой. Но теперь я не могу взять все обилки в бой, а могу выбрать только три, как я понимаю. Что у нас тут есть? Самодельная бомба, ледяной шар, заклинание от моложения. Мощное заклинание, которое лечит все ваши отряды на поле боя. Неконтактная мина закладная на дороге мина гоблинов. Она срабатывает, кто как к ней подойдёт враг. Пузырёк валерийского огня. Сбрасывать на дорогу пузырёк валерийского огня, который охватывает её зелёным пламенем. Сбрасывать на дорогу саркофаг, из которого упрыгнут мумии, начнут сражаться. Вот это круто, на самом деле. Призывает гоблина вора, который даёт вам 200 золота, налог гильдии воров уже учтён. В смысле даёт? Просто вы его призываете, он автоматически даёт? Ну окей. Сердце в бутылке используйте, чтобы мгновенно получить три сердца. Джаггернаут призывает на поле боя Джаггернаута. Ох, вот это я понимаю, дичь. И последнее, это гнев Визнана. Визнан использует мощное заклинание, которое уничтожает всех врагов на поле боя. Вот это вообще читы какие-то, просто убивает, короче, всех врагов на поле боя. Это вообще наглость. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас с башенками также. Силы урона 4, башни достигают урона 4, вы можете использовать три силы. Угу, выбрать новые башни и попробовать различные комбинации. Хм, то есть я... О, да тут, да тут не пять башен, вы посмотрите, сколько тут башен. Тут даже есть донатские башни. Военный дирижабль, злые сёстры, испепеляющий камер, гневовый лес, мрачное кладбище. Элитные, чё-то там, истязатели, шаман орков, костлявые метатели, пещерные гоблины, склеп с привидениями, плавильная печь, тёмные рыцари и, собственно, четыре основные башни, которые мы уже с вами знаем. И также у них какие-то навыки разблокируются, как я понимаю, при прокачке, да, соответствующих второго, третьего, четвёртого и так далее уровней. Ага, ну, неплохо, неплохо. Также у нас какой-то ивент есть, предложение для начинающих. Это у нас предложение всех героев, всех башен. Время попкорна, можно за рекламку посмотреть немножечко, как сказать, получить немножечко рубинов и, собственно, купить вот в этом магазине себе что-нибудь. Неплохо, но лучше бы они сделали так, чтобы можно было, я не знаю, хоть каким-то способом. Давайте посмотрим ещё карту. Ну, вот у нас, собственно, земли, так сказать, наших основных противников, зелёные. Жёлтые — это у нас ледяные, коричневые — это у нас, по-моему, гномы. И ледяные, я думаю, там чисто, знаете, такие северяне живут, типа викингов. Ну, а мы начинаем именно с самого начального уровня. Ну, чё-то какие-то длинные дороги, мы только одну битву здесь сыграли, больше нету никаких развилок, чё, серьёзно, мы будем вот чисто по паре уровней играть, что ли, на каждом бою. Кстати, достаточно мало звёзд, то есть уровней не очень много пока что. Возможно, в будущем они добавят побольше уровней, но пока как-то так. Ладно, так же есть достижения какие-то, смотрите-ка, из-за них тоже дают алмазики, то есть есть смысл выполнять всякие достижения. Ладно, чё-то, собственно, я чё-то заболтался, засмотрелся, тут очень много просто интересного добавили. Я бы хотел на ветеране, во-первых, играть, потому что почему-то мне сказали играть не на ветеране. А где дополнительные режимы? Я не понял. Я, наконец, свободен, скорее бы вернусь в свою башню. Что, кто чё-то поберет, случилось в моей доверенной башне, что за ерунда? Мне бы хотелось играть всё-таки на максимальном режиме, может быть, это хоть что-то даёт. Но, блин, а где дополнительные режимы? То есть обычный лишь уровень есть? А, нет, вот, только со следующего уровня просто открывается у нас... Это типа обучающий был, в нём нету дополнительных режимов, вот в этом режим игры есть. Вот эти вот два, режим заблокирован, только мне нужно пройти уровень на три звезды. Ладно, давайте потихонечку начинать. Посмотрим, что у нас в настроечках. Google Play, язык, все дела, здесь ничего пока новенького. Нет, сложность ветеран я поставил, всё, погнали. Да, моя башня вновь во всей красе, пора начинать мою кампанию. Эти глупые гномы вечно по уши в золоте, они даже понятия не имеют, что их ждёт. Докажите, что вы не бесполезны, возглавьте, генерал. Возглавьте мою армию, начните вторжение. Ну окей, погнали. Прикольная загрузка, кстати, такие наливающиеся глаза. Обычно у них просто была загрузка, а теперь как-то более интерактивненько стало всё. Ну ладно, давайте начинать потихоньку. У нас открываются ворота, типа сюда, скорее всего, будут проходить противники, а мы... Блин, озвучка, как всегда, шикарнейшая, конечно же. Давайте сюда поставим этих чуваков, сюда, наверное, солдат. А вот здесь я, наверное, расположу магов, как только у меня, конечно же, появятся деньги. А пока давайте начин... А нет, стоп, блин, я не там поставил. Можно как-то переезд запустить? Да-да-да. Я просто думал, что, типа, я должен ворота защищать, но я должен защищать от ворот. Так что давайте переместим обратно своего чувака. Здесь всего лишь парочка поправочек нужна. Вот так вот и вот так вот. Господи, какая шикарная озвучка на самом деле. Ладно, давайте начинать уже. Так, призовём пару пацанов, пусть они пока танчут. Будем по КД их ставить. Ну, и орка, наверное, можно вперёд чуть-чуть послать. Пусть он сражается вместе со всеми. У него всё-таки дамаг будет, наверное, повыше, чем у любого другого бойца. И у нас новый противник. Боец гномов. Жители подземелья умело шинкуют врагов своими острыми топорами. Низкий урон. Обычные самые бойцы. Начальное. Ничего нового пока что. Давайте сразу следующую волну. Почему бы и нет? Поставим ещё побольше народа. Так, вы, вы, пожалуйста, стреляйте, мочите их издалека. Давайте побыстрее. А я подумаю, что ещё мне поставить. Также, что у нас здесь показано. Да-да-да, это я помню. Можем улучшать? Нет, ещё не можем улучшать до следующего уровня. Давайте я здесь магов поставлю. А здесь, наверное, ещё потом народа. Хотя нет, нет, я здесь лучников поставлю. Да, я здесь лучников всё-таки поставлю. Мне кажется, это будет более рационально. Давайте призовём ещё. Ещё народа. Больше народа, меньше кислорода. Давай. Способности используем. Молнию почти всех завалили. О, птичка летит. Я не могу жамкать на птичек. Нет, тут нету активных каких-то приколов. Вот, может, на статую, Тора или кого-то нажать. Так, чуть не купил башню. Надо быть осторожнее. Давайте вот здесь лучников поставлю. А вот здесь ещё одни казармы. Будет, я считаю, неплохо весьма. Прогиб начинает проходить. Это нехорошо. Давайте остановим их. Блин, ну пока то, что я вижу, очень круто. Вы просто посмотрите на эту анимацию. Интересно, если приблизите. Да, смотрите, она действительно стала более чёткой. То есть, она стала более проработанной, более детальной. Следующую волну. Давайте ещё позовём несколько пацанов. Пусть помогают драться. Также посмотрим новые противники. Страш с молотом. Гвардия империи гномов. Первая линия защиты от захватчиков угроз. Злабая защита. Ну, а в целом, так-то очень прикольные чуваки, как я понимаю. Но жирные. Давайте я ещё поставлю вот здесь, наверное, защитников своих. Пусть и здесь останавливают противника. И ещё я хотел бы укрепить задние тылы. Да, да, задние тылы как-то так. Так, следующая волна. Пока не сложно, можно призывать досрочно волны. Хотя вот уже начинают потихоньку, знаете, проходить в большом количестве противники. Вон один проходит. Неприятная тема, но я надеюсь, наши чуваки их остановят. Я здесь хочу ещё одну взрывную башню поставить. Почему бы нет? Будет добивать оставшихся. Сюда я поставлю, наверное, потом ещё бойцов. Так, не надо забывать делать вот эти штуки всякие. Так, отлично. Не дайте ему пройти, чуваки, вы чё? Вы чё, не давайте ему пройти? Давайте я здесь воинов ещё поставлю. Всё-таки максимальная сложность. Если постоянно вызывать волны, то можно и проиграть, наверное. Хотя, может быть и нет. Давайте вызываем следующую. Постараемся вызвать все волны досрочно. Может, ачивку дадут. Я хочу сюда поставить этих пацанов. Давайте, сражайтесь. Ещё подкрепление. Так, герой мой умер, но снова воскресился уже. Давайте ещё поставим здесь башню. Вот какую я только думаю поставить. Наверное, всё-таки стрелковую. Обычно на задние тылы лучше ставить стрелковую башню. Они стреляют быстрее, чем любая другая башня. Естественно, если там чувак почти пройдёт, они могут его потихонечку останавливать. Вроде всё. Вроде так нормально будет. Теперь осталось чисто справиться с теми волнами, что против нас противостоят. Это последняя волна? Да, это последняя волна. Шестая из шести. Поэтому чисто можно уже юзать все обилки. Давайте я так и сделаю. Вот сюда куда-нибудь обилку использую. Конечно, не на сильных, на слабаков потратил. Но мне кажется, уже не критично. Потому что они должны справиться, в принципе, со всеми. Хотя я фиг его знаю, что сейчас там вылезет. Может, какой-нибудь босс вылезет. И мы такие, о нет, и всё, и сдохнем. Не, не, не. Не, мы не дадим им пройти. И вот, смотрите, идёт очень много мелкого народа. У нас как раз две башни со сплэшом стоит. И тогда, получается, да они точно не пройдут. Благо, сплэш нам помогает. А многие не любят эти башни. Иногда даже вообще не покупают. Они классные. Они реально классные. Так, герой, иди сюда, пожалуйста. А то там что-то, когда много чуваков прошло, они, конечно, вряд ли пройдут. Но перестраховаться стоит. Сейчас я ещё стрелков позову. У меня они перезарядились почти. Так, стоять, стоять. А, у меня всё перезарядилось. И это, и это, в принципе, заспавнили. И мы прошли с вами первый уровень. Давайте посмотрим, кстати, ещё другие режимы игры. Да, три звезды, немножечко кристаллов. Но кристаллы мне не особо нужны. Я их редко использую. Чисто, знаете, в самые-самые опасные случаи. Но я буду просто сейчас, наверное, копить. Сейчас я их покупать не буду. Чисто поиграем с вами без вот этих вот читерских штук. И мы получили какие-то две карточки. Очки улучш... Что, простите? Этого не было. Очки улучшения. Х3. Новый уровень башни. Уровень 2. Что это значит? Можно мне узнать, что это значит? Нет, нельзя. Следующий уровень у нас... Что-то как-то уровней очень мало. Должно быть больше. Давайте героя прокачаем. У нас он уже, благо, открыл новый уровень. Так, призыв агрессоров. Мне нравится призывать пару обученных агрессоров, которые помогают ему на поле боя. Мне это понравилось. Это я призову. Это у нас еще призовите на помощь пару гоблинов. Веру получает броню основного урона в бою. Урон будет расти. Если он сражается с одним и тем же, грубая сила бьет по земле, оглушает врагов. Быстрая мощная техника. Дважды бьет, нанося много урона. Но это слишком дорого. Я не могу это себе позволить. Давайте я лучше вот эту штуку сделаю и вот эту штуку. Я думаю, пока вот это будет идеальным. Кстати, подождите. Да, я там что-то видел. Мне интересно было. Жажда войны. Когда ворук близок к смерти, он входит транс, который непрерывно восстанавливает его здоровье. Вот это круто, на самом деле. Улучшения какие-то у нас доступные. Наконец-то появилась прокачка. Души. Зарабатывайте души. Используйте души, чтобы улучшать навыки. Что прокачаем? Мощный удар. Первый удар заклинания. Инфернальное желание. Костолом взрываются. Время возрождения героев дает больше золота за призыв валы. Раньше срока это тоже очень полезная тема. Но я, наверное, первым делом прокачаю свои пассивочки. Они потому что у меня в основном решают. Также у меня достижение получилось. Получаем свои награды. В магазине можно теперь что-нибудь приобрести. Но я не буду пока это делать. Мне это пока что не нужно. Ну и давайте посмотрим другой режим игры. Какое-нибудь правило испытания. Шесть элитных волн. Одна жизнь. Ну давайте пройдем эти два режима. На одном уровне чисто посмотрим. Прямо дальше уже пойдем дальше проходить обычные уровни. Открываем. Выбираем режим игры. Шесть элитных волн. Всего одна жизнь. Посмотрим сможет ли удивить нас чем-нибудь наш противник. И будет ли открыт уже у нас второй уровень башен. Или же в этом уровне он еще будет заблокирован. Залочен. Так сюда пацанов. Сюда башню со сплышом. Посмотрим. Нет здесь заблокировано. Но герой доступен. Поэтому иди сюда пацан. А мы здесь разберемся сами. Давай, 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 давай. Что такое медленный то? Так как я понял здесь много врагов. Может быть стоит вот здесь тоже башню поставить с орками. Или нет. Или да. Или нет. Не знаю. Но волны будут элитные. Поэтому золота нам точно хватит для того, чтобы построить абсолютно все башни. Ну мне так кажется по крайней мере. Блин, какая же классная графика здесь. Серьезно. Давай, давай, давай. Спамь. Спамь. Побольше чуваков. Чем больше чуваков, тем лучше. Так, герой. Ты что там стоишь? Иди в первых рядах. У нас сплэш ведь есть. И призыв. Поэтому он должен с нами... У нас неплохо сыграть. Так, следующую волну. Что-то я протупил. Надо было сразу вызывать. И я пока поставлю вот здесь вот, наверное, мага. Пусть сражается. Будет убивать у нас каких-нибудь жирных чуваков. У которых большая защита. Вот именно тех вот чуваков с топорами. Которые следующие у нас пойдут. Давайте еще лучников. Еще этих пацанов. В принципе, должно быть классно. Второй уровень. Может быть, даже герой у нас апнет третий уровень. Ну, это не факт. Это я так предполагаю чисто. Не, не апнет. Слишком мало экспионов получает за этих противников. Разве что, если какие-то более офигевшие противники пойдут. Что еще бы поставить? Я бы вот здесь еще поставил казарму. Но пока золота нет. Надо немножечко поднакопить. Ну, давайте следующую волну тогда. Еще пацанов. Еще пацанов. В принципе, пусть дерутся. У нас там какие-то вот эти вот красные, которых мы призываем. Они должны сейчас взрываться. Я так и не посмотрел. Давайте понаблюдаем вот за верхним красным. Взорвется он, когда умрет или нет? Да, смотрите. Вроде какой-то взрыв произошел. Но, по-моему, это был взрыв бомбы. А не то, что он сам взорвался. Может быть, они не всегда взрываются. Или типа того. Но я что-то не заметил, чтобы они взрывались. И у нас вошло очень много противников. Не знаю, даже сможем ли мы сдержать эту волну. Так что давайте я использую молнию. Она часть противников у нас ликвидирует, скажем так. Давайте еще призовем пацанов. Здесь я поставлю, наверное, стрелковую башню. Здесь казармы. А здесь я бы хотел поставить еще одну взрывную башенку. Так, не пройдете, чуваки. Нет. Здесь поставим стрелков. Пусть сражаются. Пусть останавливают противников. Ну, давай, 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 давай. Мочи их. Блин. Я только сейчас заметил, что они запускают гоблинов. Вот эта вот башня, которая бьет с пушом. Она запускает именно гоблинов, которые самоубийство совершают. Так, я еще одну башенку здесь хочу поставить. Пусть больше сплэша. Потому что очень много мелочи. Я пока следующую волну вызывать не буду. А то боюсь, что мы можем проиграть этот уровень. Потому что жизнь всего одна. Один чувак пройдет. И все, мы проиграли, можно сказать. Так что я все-таки не буду слишком агрессивно играть пока что. Здесь можно поставить пацанов пока. И все, призываем следующую волну. В принципе, справились вроде. Так, здесь этих пацанов сюда. Лучников давай. А там, в принципе, справятся, я надеюсь. Я очень надеюсь, что вы справитесь. Неужели вы втроем не можете справиться с одним гномом? Так, ну пока все идеально идет. Пока все отлично. Также, может быть, мне здесь поставить лучников. Да, я, наверное, так и сделаю. Сейчас у меня денежки появятся. Вот, все, можно ставить лукарей. И ждем следующих пацанов. Но пока... Ну, хотя их много, на самом деле. Давайте используем еще раз молнию. Все равно еще впереди одна волна. Она успеет еще перезарядиться у нас. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Еще пацанов позовем. И ждем, ждем. Пока мы ничего больше не можем сделать. Чисто призвать новую волну. Но я боюсь пока призвать новую волну. Ну, в принципе, деньги мне уже не нужны. Мне все равно их некуда тратить. Ведь никаких улучшений у нас на башнях не разблокировано. Так что просто подождем. Спокойно подеремся. И вызову уже волну следующую. Я, конечно, ее вызову, наверное, раньше времени. Но... Вот сейчас вот только. Только сейчас. Потому что хочу, чтобы мои чуваки хоть немножечко, так сказать, отрегенились. Восстановили здоровье. Да и, собственно, восстановилась сама моя армия. Так, там всех убили. Но сейчас башня справится, я думаю. Угу. Ей даже еще магическая помогла. Ну, что ж. Последние. Последние у нас противники, как я понимаю. Интересно, будут вот это все? Нет, еще будут. Еще будут. Вижу, сверху идут. Ну, потихонечку, знаете, знаете, нас пропушивают немножко. Ну, давай, давай, давай. Нет, нет, нет. Вряд ли они пройдут, на самом деле. Можно использовать, конечно, вот эту штуку сейчас. Давайте рискнем. Я, конечно, не знаю, что там будет дальше. Но слишком уж много противников. Надо их как-то стопорить. Давайте еще стрелков. Стрелки у нас по задним стреляют. Не туда стреляйте. Стреляйте там. Там больше противников. Но они чуть не додумываются до этого. Ну, хотя, в принципе, я не думаю, что они дальше пройдут, чем вот эта вот башня. И герой наш со своим отрядом здесь их остановит. Так, герой, куда ты пошел? Дерись. Давайте пацанов. Ну, все, пройдено. Это было легко, на самом деле. Не знаю уж, это уж была максимальная сложность какая-то. Вроде легко. Мне хотя бы дополнительную звезду, интересно, дадут за то, что я прошел уровень на следующем уровне сложности. Или просто, типа, ачивка. Ура, вы прошли уровень там. Нет? Хе-хе-хе. Ну, ладно, окей. Хотелось бы, конечно, звезды получить все-таки. Здесь у нас что? Доступны только два вида башен. Это магическая и сплэшовая. Давайте здесь сплэшовый поставим. И здесь я поставлю магическую башню. Героя так сюда. И у нас, кстати, есть достаточно дофига народу, поэтому просто сейчас заспавим все. И у нас будет, в принципе, нормально все. Я надеюсь. Мне бы еще магическую башню здесь поставить, но денег пока нету. Пока чисто сплэшовый поставил. Они, мне кажется, будут здесь эффективнее, чем магические. Так, еще пацанов давайте позовем. У нас тут одна волна всего будет, поэтому должно быть просто. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Идет куча народу. Я вот думаю, дать молнию, не дать. Да нет. В принципе, должны сами справиться. Я сейчас еще к тому же... Блин, все исчезли. Вот теперь уже я не уверен в этом. Давай, давайте, башни, помогайте мне стрелять в них. Блин, их очень много. Вот на следующих придется, видимо, использовать. В любом случае уже. Иначе они пройдут. Давайте я использую молнию. И понадеемся, что она восстановится у нас. Успеет восстановиться. Еще пацанов позовем. Может быть, я и зря использовал. Ладно, давайте здесь магическую башню поставлю. Ну, нормально. Нормально пойдет пока что. И будем потихонечку, так знаете, издалека, наоборот, из самых ближних башен идти дальше. Так, я поставлю еще пацанов. Что-то много народу. Я даже не знаю. Не уверен, что у нас получится пройти это с первого раза. Но если не получится, ну и фиг с ним тогда. Потом, может быть, да пройдем. Когда уже я буду снимать прохождение. Если я буду, конечно, снимать прохождение. Но мне очень понравилась, по крайней мере, игра. Я хочу ее пройти. Не знаю, как вам. Так, сдавай. Поэтому, если что, пишите там, если вы хотите продолжение. Я обязательно тогда сниму еще серии. Так, может, еще магическую башню поставить? Или все-таки еще сплэшовую сверху? Я вот думаю, как здесь лучше будет поступить. Пока не знаю. Да нифига себе, сколько их? Мне срочно нужно молнии. Я не смогу столько отбить. Это невозможно. Блин, нужна еще одна магическая здесь. Потому что жирные проходят. А жирные сплэшовые... Жирных сплэшовая башня не очень хорошо чистит. Давай, 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 давай. Делайся. Так, остановите этого пацана. А здесь сплэшем надо добить их. Так, отлично. Справились более-менее с грехом пополам. Давайте добивайте сверху этого гномика. И мы построим еще одну магическую башню. Я вот думаю, где или сплэшовую. А, все, мы прошли. Это было изи. Я думал, это будет сложнее, но это было достаточно просто. Прошли, собственно, все три режима. Давайте еще сыграем один-два уровня и будем потихоньку заканчивать. А дальше уже посмотрим. Дальше уже посмотрим в будущее. Не забывайте нажимать на врагов, читать подсказки. Да-да-да, я это знаю. Хотя, по сути, и так все видно, зачем это все делать. Ну, ладно. Давайте посмотрим следующий уровень. Надеюсь, он будет поинтереснее. Ну, блин, обидно, что нету, как сказать, вот этого вот... Как это называется-то, блин? Башни. Да-да-да. Следующий откроется на уровне 6 только. То есть еще не скоро. Пока придется довольствоваться теми башнями, которые у нас есть. В магазине можно новое купить, но неважно. Лучше на следующий уровень. Компания. Они думали, что нас остановят такие хлипкие ворота. Ха! Их старый город теперь наш. Они не подготовились, и это наш шанс. Город охраняет всего пара солдат. Даже если тебе, это будет очень простая победа. Ладно, давайте начинать. Собственно, у нас второй уже получается уровень. Здесь уже должно быть пожестче. На третьем так вообще жестко. Так, что тут у нас какие-то факела стоят? Я думаю, их можно будет использовать. Они будут поджигать врагов. Ну, мне так кажется. Здесь можно поставить пацанов, как обычно, взрывных. А здесь вот, я думаю... Или вот здесь поставить все-таки защитников. Даже не знаю, как поступить здесь. Или может вообще вот здесь. Да нет, нужно их как-то здесь стопорить, мне кажется. Поэтому в любом случае... Ладно, вот здесь поставлю, чтобы там... Там я лучше еще одну башню поставлю. Сюда. Так, у нас второй уровень башен разблокировался. Это круто. Сюда героя. И вот сюда, я думаю, поставить, наверное, магическую все-таки башню. Пусть как-то справляется. И вот здесь вот тоже, наверное, бараки надо будет поставить. Хотелось бы, конечно, сюда и стрелковую башню поставить. Но выгоднее, мне кажется, будет именно бараки поставить. Так, пацанов ставим, как всегда. Может быть, я, конечно, слишком рано их поставил. Или слишком близко к выходу. Но мне нужно именно сначала как-то застопорить их, что ли. Денег поначалу не очень много, поэтому придется крыть основную дорогу, а не распаляться, так сказать, на две дороги. А то иначе вообще и там пропустим, и здесь пропустим. Давайте призовем досрочную волну. Получим немножечко денег. Цел 22 монетки. И немножечко еще солдат тогда призовем. Блин, а что-то их снизу много идет на самом-то деле. Надо как-то затанчить этих побыстрее, чтобы тех дальше добить. А можно использовать молнию. Я, наверное, так и поступлю. В принципе, что ее экономить? Она восстановится. Я думаю, в скором времени все равно. Ждем дальше. Я бы хотел улучшить. Господи, зачем я здесь башню эту построил? Я хотел построить другую башню. Давайте я продам. Все-таки я хочу эту башню. Немножечко просел по деньгам, конечно. Но мне кажется, две магические башни это не круто. Я просто случайно их, видимо, перепутал. Давайте следующую волну. Не страшно, в принципе. Я думаю, они успеют разобраться с этими пацанами до того, как придут другие. А может и не успеют. Если не успеют, то без разницы. Ну, должны успеть на самом-то деле. А нет, вон там еще снизу пошли другие пацаны. Но это уже либо со следующей волны, либо все еще с этой. Фиг его знает. Мне бы улучшить вот эту башню. Она бы тогда очень хорошо помогала чистить все это вот. Что-то они прорываются. Ждем, ждем, когда накопится достаточное количество золота. Призывать следующую волну я пока не буду. Я боюсь все-таки немножко, что они не успеют добить их. И вот смотрите, уже проходит. Так, стоять. Я сейчас использовал молнию, потому что у меня просто не было выбора. Иначе бы у меня прошел чувак. Я бы потерял жизнь. Естественно, не получил уже три звезды. Ну, блин, чего их так много? Надо скорее солдат сюда ставить. Я не знаю, помогут они или нет, но я, по крайней мере, постараюсь задержать противников так, чтобы они в сплэше были. Ну, пожалуйста, давай сплэш. Так, герой у нас справился. Иди назад скорее. Иди назад. У нас новый противник. Заводной паук. Маленькие заводные пауки. Гномы используют их для исследования подрубления земель. Очень быстрые, а в остальном такие же обычные. Нифига себе, что-то они реально быстрые. Остановите их, пожалуйста, пацаны. Посмотрим, кстати, на их урон. Так, герой, иди помогай. Если ты там сзади уже справился. И мне бы улучшить, наконец-то, вот эту башню. А то я никак не могу все деньги накопить. Ну, давай, давай. Накапливайтесь уже быстрее. Ну, уже. Так, ставим еще пацанов. Ну, давай, давай, давай. Что-то за пауков очень мало дают, на самом деле. Давайте я еще стрелков поставлю. Они, если что, тоже будут помогать. Все, накопил деньги. Можно улучшить до второго уровня наших взрывных пацанов. Теперь они должны по сплэшу еще больше урона наносить. А это круто. Это очень круто. Может быть, воинов улучшить или магов. Или все-таки еще башен поставить. Давайте я призову следующую волну. О, очевочка. Надо поторопиться. Призовите 15 волн до начала срока. Окей. Дальше у нас снизу идут пацаны. Но это не страшно. Я вот думаю, апгрейдить старые башни или ставить новые. Если врагов будет очень много, то апгрейд старых башен нам не особо поможет. Так что, может, стоит новый построить все-таки. А то пауки начнут проходить, мне кажется, уже на поздних волнах. И нам будет немножко не сладко. Учитывая, что уже противников идет и так очень много. А может быть, и стоит проапгрейдить именно старые. Давайте я использую здесь вот эту штуку. А то, мне кажется, они сейчас начнут прорваться. Так, сюда пацанов. Мага может улучшим. Или солдат. Не знаю даже. Но давайте призовем следующую волну. Потому что это последние, вроде, пацаны, которые остались. Я думаю, с ними они успеют расправиться. Но сверху могут сейчас пойти пауки. Если пойдут пауки, будет, конечно, не очень круто. Ну, не знаю даже, как здесь поступить. Хм, интересно. Давайте я, наверное, все-таки... Я, наверное... Даже не знаю. Не знаю. Давайте я здесь стрелка поставлю. Пусть расстреливает всех. Я все-таки, наверное, новые башни поставлю. Чем буду старые апгрейдить. И здесь поставим взрывную башню. Как-то так сделаем. На время, по крайней мере. Еще бы вот здесь вот пацанов поставить. Здесь пацанов и здесь пацанов. Ну, и казармы имею в виду. Так, сюда, сюда. Ну, уже. У нас, кстати, герой поднял следующий уровень. Уже можно будет его прокачать дальше. Давайте, давайте, взрывайте их. Следующую волну пока не призываю. Очень уж много говна всякого идет на нас. Так. Так, так, так. Здесь пацанов, наверное, стоит поставить. Деньги, благо, накопил. И вот здесь пацанов. И пока что новые башни ставить не буду. Буду грейдить лучше вот эти вот три башни, которые у нас есть. Давайте следующую волну мне. Здесь вроде бы разобрались. Чисто, знаете, я поставил вот эти вот две башни, чтобы чисто стопорили врагов, прореживали их ряды и, собственно, не шли таким густым строем, да. Здесь у нас пошли какие-то... Кто это такие? Давайте посмотрим. Зверобот. Небольшие машины, которые помогают гномам с повседневной работой. Также разрывают врагов своими гидравлическими частями. Средняя защита. И что-то там еще я не успел посмотреть. Слишком быстро нажал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, сюда пацанов. Здесь будут расправляться, я думаю. Сверху пойдут пауки. Эти пока затормозят их. А я буду прокачивать, видимо, следующих... Либо мага, либо гномов надо прокачать. Я не знаю пока кого точно прокачать. А можно здесь еще стрелков поставить. Ладно, давайте еще одних стрелков. Просто чтобы у нас не стояла вот эта вот башня. Казармы не стояли без дела. Чтобы они хотя бы как-то стопорили. И в это время наносился урон башнями другими. То есть командная работа, типа. Ну как это, как это с синергией? Я не помню точное слово. Вот так у нас прорвался паук. Это нехорошо. Надеюсь, три гоблина с ним справятся. Ну, орка. Не гоблина, орка. Да, в принципе, справляются. Давайте еще пацанов. Позовем еще пацанов. И призовем следующую волну. Еще позовем пацанов тогда. У нас будет дохренище народа. И мне бы хотелось уже прогрейдить, наверное, мага. Да. Немножечко увеличим им дамаг. И скорострельность, наверное. Я не знаю, что там за грейд и что они делают пока что. Но, видимо, дамаг просто увеличивается. Скорострельность-то вряд ли. Так, еще пацанов можно позвать. Давайте сюда. Вы сюда. Стрелки также помогут драться, если что, в ближнем бою. А пока пусть расстреливают противника. Можно еще лучника, вон, грейдануть. Грейданем лучника или все-таки казармы. Я думаю, казармы первым делом. А потом уже лучника. Потому что уже идут жирные чуваки. И наши солдаты с ними не очень хорошо справляются. Умирают. А потом уже лучников будем грейдить. Причем с обоих сторон, я думаю. Должно быть нормально. Так, в рейдж вошел наш герой. Пусть истребляет противников. Блин, там проходят. Это не круто. Давайте остановим их. Блин, очень много противников придется использовать силу. Видимо, надеюсь, что те гоблины справятся с пауками. Ведь если не справятся, будет очень отстойно. Давайте вот сюда лучников поставим. Пусть они помогут сзади зачистить. И спереди тоже. Так, сюда пацанов. И мне бы улучшить наконец-то казармы. Все. У нас орки наши улучшились. Теперь у них появились клевые мечи. И они, в общем-то, выглядят лучше. Но это уже победа. Не успели мы, к сожалению, лучников улучшить. Ну и так неплохо, в принципе. Идем дальше. Еще один уровень пройден. Изи, на самом деле, было просто. Также у нас сейчас должен открыться новый герой. Так, что у нас? Очки улучшения. Новый уровень башни. Уровень 3. На следующем уровне, скорее всего, у нас будет новый герой, как я понимаю. Потому что там было написано, что разблокируется при уровне 3. Давайте посмотрим на героях. Да, видимо. Но это нужно на следующий уровень перейти. А, нет. Это на уровне 5. То есть еще не скоро. Еще через 2 уровня и через 3. Через 3 уровня. А пока можно улучшить нашего орка. Я бы хотел ему вот этот вот прицельный удар прокачать. Это звучит круто. Ну и все. И больше у нас пока ни на что не хватает. Я могу даже сбросить. И я сделаю, наверное, вот так. Вот я прокачаю это. Прокачаю это. Прокачаю это. И это. А сплэш-удар, ну, он, конечно, хорош. Но все-таки 60 бонусного урона в бою звучит как-то более притягательно. А призыв всегда нужен. Он крутой. Потому что он замедляет противников. И делает этот герой универсальным. Он блокирует и одновременно же наносит урон. Это очень круто. А вот сплэш чуть-чуть попозже. Сплэш, конечно, тоже очень круто. Тоже очень нужно. Но надо подождать немного. Следующим, наверное, уровнем его приобрету. Также можно сделать улучшения. Что у нас тут есть вообще? Ну, я не буду особо пока распаляться на новые улучшения. Лучше поставлю больше золота. За призыв волн. Назад на поле брони. Уменьшают время для возрождения героев. У нас еще одно очко. Что это такое у нас? Удар на короткое время огрушает противников. Ага, то есть вот эти вот штуки, которые мы с неба будем кидать, они будут оглушать ненадолго противников. Либо можно подкопить. Но я пока все равно что-то приобрести надо. Умение героев останавливается быстрее. Уровень героев повышается быстрее благодаря секретной и очень интенсивной подготовке. Неплохо. Взрывы теперь охватывают большую площадь. Вот, это уже круто. Здоровье солдат в казармах увеличивается, когда они накормлены. Что это значит? Не знаю. Окей. Давайте лучше вот это вот. Не-не. Блин, это как-то не очень на самом деле. Наверное, все-таки стоит либо уровень героев прокачать, либо бомбы. Я вот думаю, что именно из этого сделать. Давайте все-таки прокачаем уровень героев. Чтобы они потихонечку у нас побыстрее качались. Также я получу пару достижений. Давай сюда. Давай сюда. Это все у нас, да? Больше пока нету. Жалко, что они не... В самое начало они телепортируются. Идет достижение. Чтобы я побыстрее их нажимал. Приходится мотать. Ну и у нас 350 алмазов. Но на этом я, наверное, буду потихонечку заканчивать. Если что, продолжим уже в следующий раз. Собственно, я думаю, для первого взгляда и вообще понятия о том, что это за игра, я думаю, этого достаточно. А уже проходить или не проходить мы решим вместе уже попозже. Ну, либо я, если мне очень захочется, пройду его все-таки для канала. Ну, на этом я буду прощаться. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Ник. Это был Kingdom Rush. Новый. Удачи. И до скорых встреч. Еще увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...